Здравствуйте, меня зовут Любимцев Александр. Я сотрудник Всероссийского учебного центра сохранения деревянного зодчества музея-заповедника Кижи. Сегодня мы поговорим о том, как изготовить и насадить топорище. У нас есть вот такой хороший топор, и мы должны привести его в рабочее состояние. Для того, чтобы изготовить топорище, нужна специально выдержанная, специально заготовленная древесина. Как правило, в наших краях, у нас в Карелии, топорище делается из березы. И самый лучший материал для изготовления топорища – это комик, комблевая часть березы. Выпиливается ствол как можно ближе к корню, он сохнет достаточно длительное время. Затем этот пень раскалывается с помощью клиньев на несколько заготовок. Получаются вот такие заготовки, колотые заготовки, каждая из которых потом еще специально сохнет. В идеале она должна сохнуть, она может сохнуть несколько лет. И получается очень хорошая вот такая заготовка. Но не у всех есть возможность, во-первых, найти комблевую часть березы, потом несколько лет сушить. Поэтому не беда, если вы будете делать топорище из обычной березовой доски, из березового бруска, достаточного размера. Мне когда-то, еще когда я учился в школе, довелось попасть в плотницкую бригаду, где работали старые-старые мастера, ему было по 50-60 лет, они всю жизнь работали топорами. И они учили нас, молодых, как приемом именно азам плотницкого мастерства. И я буду рассказывать то, что я видел, чему научили меня старые мастера. Мы будем насаживать сегодня топор без применения различных механических инструментов. То есть, как это делали в старину. Я потом еще несколько лет работал в этой человек-бригаде плотницкой. И мы будем, вот, сегодня мы будем изготавливать топорище по старинке. Мы возьмем вот эту заготовку. Хотя можно брать и, повторюсь еще раз, вот обычный брусок. Плотники, они не, если у них нет специально выгрышенной заготовки, они не бресговали по изготовлению топорища из какой-то другой заготовки. Есть, у изготовления топорища есть несколько стадий. Первая стадия, это выбор материала. Затем его сушка и хранение. Потом из заготовок изготавливаем бруски. Потом из бруска мы вытесываем уже заготовку. Собственно, брусок тоже изготавливается одним топором. А потом эту заготовку мы уже подгоняем под нашу подруку, подгоняем под топор и насаживаем. Все эти стадии мы сегодня постараемся посмотреть. Их придать. Собственно, брусок тоже изготавливаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...